Всем привет, с вами как утащили, сегодня мы посмотрим на мою следующую игру. Обожаю сюжет. Обожаю интерактивные кат-сцены. Я объясняю, что у нас есть за игра. Это такое небольшое подобие RPG с очень фиговым сюжетом, где нас снова встречает в Рим Парадокс. Мы по нему скучали, не копейки. И у нас есть небольшая боевая система с... С возможными атаками. Возможность прыгать, кусаться. Как вы видите, у нас тут есть немножко монеток. Здоровье. И венталь, в котором пусто. И... Давайте быстренько пробежаться по сюжету. У нас есть срабат, которого отправили кусачить, чтобы избавиться от мутантов. Но один из мутантов селил своего тела и начал паразитировать, и теперь он хочет выбраться отсюда. Мы ему поможем. Вот теперь битва с первым мутантом. У нас есть камень с лапками. Если что, я воспользуюсь оправданием того, что эта игра была создана. Получается параллельно с другой, и поэтому эти две игры довольно дешёво сделаны. Мы пока довольно слабые, но... Тут у нас есть небольшие сундучки, в которых лежат пищи. Оооо... Вы сами знаете базовые механики RPG. Карта, пошаговая боевая система, инвентарь. Что же у нас тут решит? Старый плащ. Ура! Графические баги. Время второго босса. Мега с здоровьем. Отличная. Отличная трата денег. И если моё ограниченное знание я хочу о том не говорить, это то, что где-то здесь рядом будет... По счёту, получается, третий босс. О, вот и он. И вот, попадаем в новую локацию. И мы о слове поговорить с Вией. Пустыня очищена. Ура! Опять вернулся. Ладно, ладно, давай на самом деле, что я говорю, опять вернулся, вот лучше по факту это игра приколок, той, которую мы смотрели до этого. Ну, а технически, опять вернулся. Мужик очень опасный в кавычках. Эти игры сейчас заметят, решают такие начинения, он накладывается друг от друга, что как бы чел. НЕ-КРУ-ТА. А теперь небольшой перерыв. Готово. Небольшая мы не появляемся с охренениями. Зачем вы спросите? Ах, я расскажу, но потом. Ради паука Афанасия. Ну очереди у нас получается так. Пятый босс. О, что делает розовая штука? Я реально не помню. Как бы он теперь розовый. Это, наверное, плюс. Не, мне реально интересно, что делает розовый. Ну вот для того, как я рваю своих титрадях в поисках этого тоже. А, вот. Сейчас зачитаю. Как-то статуи устала ущения. Ещё одна какая-то статуи устала ущения. Мне не интересно это. А это тем более. Где? Почему тут столько крови? А знаете, я вскрываю файлы игры. Ой, вы смеялись над мной? Весь эффект вызывает щуки тот, что персонажа восстановляется здоровье. Самая адекватно выглядящая локация. И, сорянно умнее, скучно, так что... Давай сразу к делу. Ты встречал гниющего мутанта? Нет. Отлично. Продолжай очистку. Кто же это за гниющий мутант? Ох, вы и не узнаете. И да, это локация посвободнее. Так что давайте я быстренько покажу вам нашу основную задачу. Нет, тут реально по факту свободно. Как бы я заточил за другого, но мы, может сказать, уже прошли половину локации. Точнее мы уже всю локацию обошли, а я вам даже не показал самую цель. Вы, наверное, уже сами догадались, что нам понадобятся ключи. Едающие враги. Что может быть лучше? Ммм, классный вид. Прекрас, от которого я все... Обожаю рандомные угрозы, которые пишут на табличках. А теперь давайте пробежимся по боссам. И по боссам я имею в виду, давайте в магазин. Хэй, хэй, хэй. Где ты не будешь? Ай, я отгадаю тебе больно. Хватит меня обтреливать. Кактус изведет лама. Дайте мне восстановить мою здоровье. Физическое и психическое. Ладно, психическое не обязательно. Но для начала босс. На всех починках я его сломаю. Ммм, немножко. Знаете, если вы играете почти все, эта игра не такая еще плохая. И вот, наконец-то, мы переходим в следующую локацию. Ёкая прогулка. Ёкая прогулка отменяется. Вы зашли слишком далеко в моих землях. Вы слишком близко к видимым и прочим черненникам. Ты просто исчез. Обожаю. Обожаю баги. Вы очень плохо понимаете намеки. Вы обрекает этот мир на власть монстра. Мне интересно. Э, э, можно убежать? Можно? Ой, ты располнил свой галейт-мотив? Дружище, ты вообще не такой слимый. У тебя нет электрогитары. Вот просто бросил ножом. Раскрыл плащ. Новая фаза. Ты такой честный, дружище. Самая худшая атака в игре. Ура. М-м-м, спасибо, спасибо. Очень мудрые слова, дружище. Вау, вы вернулись. Долго вы подограничили. Она была забита мутантами. Откуда? От некоего взвоевателя. Ну, как я понимаю, он уже покинул мир живых. Так что, ваше место считается выполненной. Про задних молочено, молочено. Спасибо, что рассказали муты воеватели. Я не представляю, что может случиться. Но, по крайней мере, это была победа. Мы смогли помочь солдату, помочь мутанту и помочь Вильяме. Ура. Мирота. Как хорошо, что мы были хорошим солдатом и выполнили его просьбу и никуда не уходили. Давайте такие мы не будем. А теперь, добро пожаловать в Сиенную, где мы не были хорошим солдатом. Ну, если вы помните карту, то там было видно, что есть другой регион. Более холодный. Туда мы и отправимся. Но для начала, давайте еще в одном месте отойдем от основного пути. Обожаю лох. Особенно жутко криповый. Когда начинаешь об этом задумываться. И, как мы, наверное, лучше догадались, мы будем ложечко... Ну, как немножечко. М ложечко отошли от основного маршрута. Теперь мы готовы. Победа. Теперь у нас есть, и я макакушка. И новая локация. Но главное село в том, что его атаки сложно разглядеть под форум. Типа, боже, геймдизайн шикарный. Аплодирую. Покажи, что можешь, а с кем... Я сказал, покажи, что можешь, а не брось у меня ложь. Ой, куда же мы заходим? Новая локация. Ну, как новая локация. По факту, лаборатория арктическая. А серьезно, здесь самые веселые враги в игре. О, еще милее, дядька. Ненадолго выйдем на лужу. Есть важное дело. А именно ключик и... Пасхалка. Уточнись, маленький секретик. Сойдет. Так, так, так. Кто тут у нас? Миленький паразитяныш, и мой солдат. А красная палочка? Так, давайте у нас поискок знаний. Имя, пол, история, задача. Слушай. Задача, защищать юдейщик и прочие комби. Заживай, в общем. Как бы, молодчина. Давай. Хоть иногда думал о том, что игру надо притестить. Или то, что в игре должен быть унизна. Геймплей. Привет, ядышка. Пьюх. Победа. И теперь мы попадаем... Правильно. Снова про то. Ммм. У меня ощущение дежавю. Пока. Смотри-ка, наш мутантик еще живой. Пока живой. Отпусти, психопат. Так, мы ведь обо не хотим сражаться. Да, ведь? И поэтому просто заполнишь шкалу доброты. Готово. Ладно, давайте я покажу вам эту концовку. Побег. Кому интересует побег? Дружище, вынужден отказаться. У нас есть финальный босс. Вот мы, наконец-то, и пришли. Да, мы немного задержались, но... Катар с нечим мутантом убит экспериментов в леднике и убит своих срок. Сказал мутант, который устраивает резню сородичей. Я слышу... Бомбежку. Резня была необходима. Мутанты не подходят для питания. В отличие от людей, а вы... Ой. Так, погоди. Ох. 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 Ты чёртов каннибалы. Сломайся. И как бы... Победа. Нас использовали. Паразитировали на нас. Но, зато мы... Покончили с видимым. Как бы... Конечно, с ним не покончено. Это чёртов бессмертный кусок чернил. Вот это теперь я покажу вам титры без обрезанности. Потому что тут есть сюжет в конце. 22 век. События игры. Наступает спокойное будущее. Юди назовут это зеленым миром. Многие технологии будут потеряны. Мир не будет прежним. Малые расы разрастаются. Фантомы и чернильники потихоньку отбирают мир у людей. Их возглавил её парадокс. Мир спокойно спит во тьме. Ещё как бы... Вау, прекрасный способ закончить игру. Их-х-х-х, если я считаю, что чернильники это все вот эти... Существа из чернил, слизняки и прочее. То вы, наверное, зададите вопросом, кто такие чёртовы фантомы. Ох, вы скоро узнаете. Ибо скоро я имею в виду даже не следующий выпуск. А ближайшее будущее. А пока, до скорого. Спасибо за просмотр.